Урок 5. НБИК-конвергенция. Здравствуйте. В сегодняшней лекции мы поговорим о конвергенции нано-био-информационных технологий и когнитивной науки. Явление конвергенции приходит на смену междисциплинарности в научных исследованиях и определяет развитие науки и технологии в 21 веке. Понятие конвергенции впервые появилось в отчете Национального фонда науки Соединенных Штатов, подготовленного в 2002 году. Этот отчет впервые в научной истории Соединенных Штатов поместил в один документ такие разнообразные научные дисциплины, как нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивная наука. Этот отчет был расширен и дополнен, и в 2005 году была опубликована вторая его часть, в которой более подробно были рассмотрены этические вопросы и вопросы социального контроля за этими технологиями. Конвергенция технологий основывается на материальном единстве самых разнообразных технологий на наноуровне. Все состоит из молекул и атомов, и наша работа с наноустройствами во многом похожа на нашу работу с биологическими объектами, то есть биологически активными молекулами внутри наших клеток, лекарствами, которые мы создаем и так далее. В то же время самые разные технологии, такие как био- и нанотехнологии, интегрируются на более высоких уровнях. Например, многие наноустройства напоминают такие системы, как, например, АТФ-сентаза, которые эволюционировали в процессе развития жизни и являются частью биологии, то есть частью биотехнологии. Кроме того, в рамках информационных технологий возможно моделирование или симуляция объектов из нанотехнологий, из биотехнологий и в том числе из когнитивной науки. Исторически первой возникла информационная технология, затем прошла волна биотехнологической революции, затем появились нанотехнологии, и сейчас активное внимание уделяется когнитивным технологиям или когнитивной науке. Информационные технологии ведут свой отчет где-то с начала 40-х годов, когда в Германии инженер Конрад Сусе создал первый компьютер, компьютер Z3. Это был первый программируемый электронный компьютер, и начиная с этого момента ведет свой отчет компьютерной, а потом уже коммуникационной революции. Примерно через 10 лет Уотсон и Крик расшифровали структуру молекулы ДНК, обнаружив, что она имеет структуру двойной спирали, и начиная с этого момента стала возможной генной технологией, биотехнологией в общем. И эти технологии нашли очень большое применение в медицине, в сельском хозяйстве и даже в промышленности. Еще через 20 лет появились первые инструменты, которые позволили сначала врачам, потом ученым заглянуть внутрь человеческого мозга, понять, как он работает в реальном времени еще в живом человеке. Это были так называемые кат-сканеры, то есть системы компьютерной томографии, которые с помощью различных методов могли заглядывать внутрь человеческого мозга, определять, какие области являются активными, и на сегодняшний день позволяют определять, о чем человек думает в некотором приближении, и видеть в зависимости от его деятельности, от его мыслей, какие зоны мозга активны, и, соответственно, понимать, какие зоны отвечают за подобную мыслительную деятельность. И, наконец, еще через 10 лет, в 80-е годы, был создан сканирующий туннельный микроскоп, то есть устройство, которое путем прямого контакта сканирующей иглы с материальным объектом могло определять его атомарную структуру, то есть какие атомы составляют этот объект и как они расположены. В дальнейшем были созданы более совершенные модели, такие как атомные микроскопы, и сегодняшние достижения в этой области позволяют не только определить, где находится атом, но даже путем вот такого прикосновения определить, что это за атом. И картинка, которую выдают сегодняшние сканирующие микроскопы, она раскрашена в разные цвета в зависимости от того, что это за атомы, потому что в некотором роде на ощупь атом кислорода отличается от атома водорода. Мы сначала поговорим о всех технологиях из этих четырех областей, нано, био, инфо и когно, а затем поговорим о тех последствиях, которые для общества, для цивилизации, для науки имеет конвергенция или взаимопроникновение этих технологий. Начнем с информационных. Один из основных принципов развития информационных технологий во второй половине 20 века – это растущая доступность информации. Вся информация становится доступной так, как никогда раньше. За счет оцифровки этой информации, за счет переноса ее на интернет-сервера, за счет снижения стоимости копирования информации, человек сегодня по работе, по своим личным интересам имеет доступ к таким объемам информации, как никогда раньше. Если раньше требовалось прийти в библиотеку и использовать бумажные, неудобные в работе книги, то сегодня иногда даже не требуется искать саму книгу, можно сразу с помощью таких систем, как Google Books или поиск по книгам в Амазон, сразу находить нужный абзац в той книге, которую подсказывает вам компьютер. Доступность информации, естественно, важна не только на бытовом уровне, но и для ученых, и для работников в самых разных областях. Например, ученые сегодня могут получить прямой доступ к результатам экспериментов, которые проводят их коллеги, не через несколько лет, когда выйдет в свет статья, которую опубликуют в научном журнале, а буквально через несколько минут или часов после того, как эти данные будут закачаны на один из серверов, которые используются для распространения научной информации. Вторая важная тенденция в развитии информационных технологий – это рост скорости компьютеров. За счет растущей скорости мы можем перекладывать на компьютеры те задачи, которые раньше были им недоступны. Такие как анализ изображений в реальном времени, анализ научных данных. Так, например, проект сети Search for Extraterrestrial Intelligence или поиск нынешнего разума, научный проект, который идет где-то с 70-80-х годов, был бы невозможен без компьютеров, которые анализируют огромный объем данных, поступающих с радиотелескопов, и ищут там определенные закономерности, которые могли бы выдать искусственный характер принимаемых сигналов. Мощные компьютеры используются во всех областях не только потому, что в этом изначально была большая необходимость, но и потому, что с ростом скорости происходит одновременно снижение стоимости. Сегодня студенты, которые работают над каким-то своим научным проектом, имеют доступ к большей вычислительной мощности, чем вся университетская система, к примеру, Соединенных Штатов или Советского Союза в 60-е годы. Это означает, что многие эксперименты, которые раньше требовали суперкомпьютеров, или которые раньше вообще не могли быть произведены без каких-то дорогих установок, сегодня могут произведены в рамках компьютерной симуляции. Следующее важное изменение, которое произошло в нашем мире благодаря развитию компьютерных и коммуникационных технологий, это развитие глобальных сетей. Еще не так давно, какие-то 30 лет назад, глобальных сетей не существовало, и различные организации, научные организации, коммерческие, были в некотором роде изолированы друг от друга, потому что информация, производимая в одном, в одной из них не могла быть доступна для всех остальных. Сегодня это не так, и не только результаты экспериментов передаются в реальном времени ученым по всему миру, но ученые могут наблюдать за процессами, которые, например, в океане, с помощью спутниковой связи с зондами, которые опущены в океан, и путешествуют по воле океанских течений, передавая при этом данные о температуре воды, о химическом составе воды и так далее. Сеть постепенно распространяется из-за предела Земли, уже достаточно давно разрабатывается и внедряется межпланетная связь, основанная на тех же принципах, что и интернет. То есть, когда информация передается, например, с марсоходов или с других космических аппаратов, то она передается уже не в рамках одного канала от зонда к компьютерам, на которых работают исследователи на Земле в Центре управления полетами, но она передается через некий аналог интернет, то есть через несколько компьютеров последовательно передается. Все это происходит автоматически и делает уже теперь не только Землю, но и нашу Солнечную систему гораздо более связной, чем раньше. Естественно, без таких технологий не могло бы быть и речи о дальнейшем освоении космоса, потому что сейчас уже, например, группы студентов во многих странах самостоятельно создают небольшие спутники, передают их в НКО для вывода на орбиту и сами работают по обычной цифровой связи с этими спутниками, ставя какие-то эксперименты в космосе и передавая данные их на Землю. Все это происходит благодаря тому, что технологии вычислительные и коммуникационные становятся более эффективными и в то же время более доступными. Более удобными становятся и устройства доступа, то есть те интерфейсы, которые пользователи используют в работе с компьютерами. Если в самом начале это были цифровые терминалы или принтеры, то сегодня носимые портативные компьютеры уже давно стали привычными. Привычными становятся и карманные компьютеры. Их, например, часто используют в начальных классах во время, к примеру, уроков на природе для сбора информации школьниками. Естественно, их используют для таких задач, как, например, сбор медицинской информации в госпитале. То есть в современных больницах врачи и медсестры обычно заносят информацию уже не на бумагу, а в один из носимых или карманных компьютеров. В ближайшее время ожидается распространение так называемых носимых компьютеров. Это компьютеры, которые находятся постоянно на теле пользователя, дисплеи которых находятся все время перед глазами, и для работы с которыми не требуется отвлекаться от того, чем человек занят. Потому что необходимая информация появляется перед глазами на таком экране, как, например, вот этот, разработанный в компании IBM. Подобные дисплеи могут быть полезны любому человеку, как в работе, поскольку, например, тот предмет, с которым он работает, может быть с помощью компьютера помечен, и на самом предмете появятся некоторые виртуальные метки, сдерживающие информацию о параметрах этого объекта, подписи к каким-то незнакомым частям, могут быть полезны и в общении, и в быту. Например, разговаривая с собеседником, человек может видеть его имя, видеть историю разговора, видеть его должность и использовать эту информацию, не захламляя свою основную человеческую память. Следующая область – биотехнологии. В биотехнологиях мы поговорим прежде всего о применениях, о том, что стало возможным благодаря развитию биотехнологий и их распространению. Одно из самых интересных разработок последние несколько лет – это объявление об успешном выращивании искусственных органов. На этой картинке мы видим мочевой пузырь человека, который был выращен искусственно около 7 лет назад из одной клетки для группы пациентов. Получившийся в результате орган был им пересажен, и на протяжении нескольких лет врачи вели наблюдение, которое в итоге показало, что орган прижился и функционирует нормально, и тем самым удалось вылечить ту болезнь, которую иначе вылечить никак было нельзя. На очереди многие другие органы, такие как органы пищеварительной системы, желудок, кишечник, почки и печень, а также сердце и многие другие органы и ткани. При этом, если говорить о тканях, то выращивание многих из них давно уже стало рутинным. Например, кожа, роговица глаза, кровеносные сосуды, кости и так далее. Кроме биологического выращивания органов с использованием наших собственных клеток, с использованием нашей собственной ДНК, органы для человека могут создаваться и искусственным образом. Так, например, на этой картинке изображено искусственное сердце компании Абиокор, которое полностью заменяет сердце человека и может быть имплантировано взамен обычного. Несколько лет назад успешно завершились клинические испытания, и сейчас, уже год назад, есть разрешение Американского Министерства Здравоохранения на использование подобных искусственных органов в практике. Подобные разработки имеют не только большой интерес как некое технологическое новшество, но и очень большую социальную значимость. Дело в том, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смерти для человека, и появление подобных доступных искусственных замен для наших органов, которые отказывают в результате инфаркта, других болезней, может спасти жизнь миллионам, десяткам, даже сотням миллионов человек. В области генетики самым значительным достижением последнего десятилетия является, конечно же, расшифровка генома человека. Этот проект был предварительно завершен в 2002 году. В 2005 году была закончена полностью вся работа по нему, и начат уже анализ активности генов, которые отвечают за синтез белка в организме человека. И некоторые говорят о начале проекта протеома человека, то есть изучение не генов, а изучение белков, которые отвечают за обмен веществ у нас в организме. Кроме человека расшифрованы геномы множества других организмов. Сейчас речь идет о расшифровке генома неандертальца на основании и с использованием тех останков, которые ученым удалось найти. Это позволит ответить на множество вопросов о происхождении человека и лучше понять нашу собственную эволюционную историю. Кроме того, становится возможной расшифровка геномов отдельных людей. Если проект геном человека занял более 10 лет и стоил порядка 10 миллиардов долларов, то уже в этом году удалось расшифровать геном Джеймса Уотсона, одного из первоотврекователей ДНК, и это стоило всего порядка 5 миллионов долларов. В дальнейшем ожидается, что стоимость полного секвенирования или расшифровки ДНК одного человека будет стоить несколько сот долларов, и тогда сможет использоваться для диагностики заболеваний, для построения генетических карт, генетических профилей человека, чтобы определить, к каким генетическим болезням он имеет склонность, каким обычным он более предрасположен, и на основании этих данных дать ему рекомендации по образу жизни, по лекарствам, которые ему стоит принимать для профилактики и так далее. После того, как мы разобрались в том, как устроен генетический код живых организмов, мы можем, отталкиваясь от этого, начинать создавать живые организмы с нуля. В октябре 2007 года Крейг Вернер, это руководитель компании Cellero Genomics, одной из организаций, которая участвовала в проекте геном человека, было объявлено о том, что создан искусственный геном для бактерии. Примерно полмиллиона азотистых оснований были в лаборатории, собраны в одну цепочку ДНК, уложены в искусственную хромосому и помещены внутрь бактерии, которая была лишена своего генетического материала. Таким образом, начала жить бактерия с полностью искусственно синтезированным генетическим кодом. Это один из первых шагов, достаточно значимых уже, на пути к созданию полностью искусственных живых существ. Другой интересный проект – это моделирование кишечной палочки. Моделирование на компьютере, то есть без создания этих организмов в реальности. Цель этого проекта – создать полную компьютерную модель с точностью до отдельного атома, которая будет полностью соответствовать работе живой бактерии. Ожидается, что этот проект будет завершен уже в ближайшие 5 или 7 лет. Когда такой проект будет завершен, то на подобной виртуальной искусственной бактерии можно будет проводить огромное количество экспериментов, можно будет гораздо глубже понять, как работают живые существа, как работают генетические механизмы, как работает их обмен веществ, и в дальнейшем распространить полученный опыт на создание моделей уже клеток человека. От клеток человека следующий шаг – это органы, моделирование человеческих органов, и затем моделирование всего организма человека на компьютере. Следующая область, о которой мы поговорим, – это нанотехнологии. Приведем несколько примеров достижений в последние годы. Были созданы детали наноавтомобилей, изображенного на этой картинке. Колеса состоят из шарообразных молекул, похожих на углеродные молекулы фуллерена. Они могут крутиться. Рама сделана из органических соединений. И получая отдельные фотоны света, то есть получая энергию извне, этот автомобиль может медленно двигаться по подложке в том направлении, в котором укажут экспериментаторы. Это устройство пока еще не собрано в реальности. В реальности собраны его отдельные части, колеса отдельно, рама отдельно. Но внутри компьютерной симуляции уже проверено, что он должен работать так, как задумано. Моделируются и гораздо более сложные устройства. Такие, как, например, вот этот наноподшипник, который вращается так, как и макроподшипник, который мы привыкли использовать в обычной технике. И вот это сходство между устройствами из реального мира и наноустройствами отличает нанотехнологию от биотехнологий. Если биотехнологии являются по природе своей очень сложными, плохо упорядоченными и во многом зависящими от случая, потому что человеческий организм устроен не очень строго, не очень оптимально и не очень понятно для нас. Нигде нет документации, нет исходного кода. В то же время наноустройства, которые мы создаем, они могут быть сделаны понятными, надежными, простыми, с использованием таких принципов, как модульность, с использованием таких принципов, как избыточность. И в случае нанотехнологий мы можем быть гораздо более уверены в результате, чем при использовании биотехнологий. Одно из самых сложных устройств, которое было создано в области нанотехнологий, это изображены вот на этой картинке, деталь, состоящая из более чем 20 тысяч отдельных атомов. И если удастся, точнее, когда удастся собрать его в реальности, оно будет работать точно так же, как показано в этой анимации. Для моделирования подобных систем любой человек может использовать свободно доступную программу Nano Engineer, которая доступна в интернет и создана компанией Эрика Дрекслера. Эрика Дрекслера, которого часто называют отцом нанотехнологий, который впервые предложил сам этот термин. Следующая интересная область – это когнитивные науки. Когнитивные науки в России стали известны под этим названием лишь несколько лет назад. В этом году прошла вторая Всероссийская конференция по когнитивной науке. На Западе это направление известно уже более 10 лет. Когнитивная наука – это объединение различных дисциплин, таких как психология, педагогика, нейрофизиология и так далее, имеющих отношение к работе человеческого мозга, к работе человеческого разума и сознания. И сейчас когнитивная наука близка к тому, чтобы ее результаты были уже воплощены на практике. Расскажем о некоторых примерах. Самое интересное – это создание прямых интерфейсов мозг-компьютер или нервной системы-компьютер, которые могут быть использованы для лечения самых разных заболеваний, самых разных случаев инвалидности. На этой картинке мы видим человека лишенного зрения, который использует внешнюю камеру, которая сначала подсоединена к компьютеру, обрабатывающему изображение, а затем к зрительной зоне головного мозга человека. И таким образом человек может видеть то, что видит камера на его очках. Аналогичные приборы для слуха созданы достаточно давно, называются они коклеарные импланты, и их используют уже сотни тысяч человек во всем мире. Подобные искусственные органы могут со временем становиться более качественными, более совершенными, чем естественные органы человека, потому что на них не распространяются эволюционные природные ограничения наших собственных чувств. По частоте воспринимаемого звука, по громкости, по возможности воспринимать звук, например, из нескольких источников, по длине волны света, который мы можем видеть своими глазами и так далее. То есть в будущем, на самом деле даже уже сейчас, на имплант этого человека, можно подать не только видеоизображение, можно подать какую-то искусственную графику, тем самым дав ему выход в некую примитивную пока виртуальную реальность, можно дать ему картинку, полученную с инфракрасной камеры, с лентгеновского аппарата и так далее. Существует также и обратное использование компьютерных имплантов, когда сигнал с нервной системы человека подается, например, конечностям не по нервам, а по проводам или по беспроводной связи. Это используется для людей, которые парализованы из-за травмы позвоночника, и с помощью подобных дополнений они могут ходить, как если бы они были совершенно здоровы, потому что сигнал к мышцам в их ногах передается в обход поврежденной части позвоночника. Другим интересным направлением, практическим направлением науки о мозге человека являются так называемые ноотропные препараты или препараты для усиления интеллекта. Подобные лекарства первоначально создавались практически всегда для лечения каких-то болезней, таких как дефицит внимания и гиперактивность, таких как нарколепсия, таких как инсульты и другие повреждения мозга. Но выяснилось, что они позволяют также повысить интеллектуальные способности для совершенно здоровых людей. Некоторые из этих препаратов, такие как разработанные в России Симакс, рекомендуют к применению для диспетчеров в аэропорту и для других видов деятельности, которые требуют повышенной концентрации, повышенных интеллектуальных способностей. Другие, такие как, например, риталин, относят к регулируемым препаратам, то есть близким к наркотикам, и пытаются всячески контролировать, но в то же время в Соединенных Штатах до четверти студентов колледжей используют такие препараты для увеличения концентрации, для того, чтобы более эффективно учиться и с большей эффективностью усваивать информацию и готовиться к экзаменам и к заданиям. Другие препараты, такие как, например, Альертек, позволяют не только людям, больным нарколепсией или избыточной сонливостью вести нормальный образ жизни, но позволяют здоровому человеку уменьшить свою потребность во сне без побочных эффектов. Подобные препараты сейчас практически никогда не рекламируются для здоровых людей, но, тем не менее, в ближайшие 10-15 лет это, скорее всего, произойдет. Точно так же, как мы привыкли к рекламе Виагры и других препаратов для увеличения сексуальной потенции человека, в скором времени реклама подобной Виагры для мозга станет, наверное, тоже привычной. И весьма вероятно, что очень многие родители, столкнувшись с выбором помочь усилить способность своего ребенка или не делать этого, в рамках естественной конкуренции сделают это. И тем самым следующее поколение детей, оно будет более способным, более умным, не только за счет более качественных методов обучения, но и за счет прямой стимуляции мозга, прямого управления процессами, которые там идут. Наше понимание работы мозга, как человека, так и других организмов находит свое отражение в создаваемых моделях. Подробные карты мозга для человека, мыши, кошки, собаки, обезьяны и множества других живых организмов доступны в интернет на сайте brainmaps.org. Это десятки, иногда сотни гигабайт данных, которые могут быть загружены с помощью специальной клиентской программы любым пользователям. В этих картах содержится информация не только о конфигурации нейронных сетей, но также и о тех генах, которые отвечают за работу тех или иных частей мозга. И, в принципе, вся информация, которая собрана исследователями, собрана вот здесь воедино. Отталкиваясь от подобных карт и подобных моделей, мы можем моделировать не только статическое состояние мозга, то есть как он устроен, какова его схема, но и моделировать его в динамике, то есть моделировать те процессы, которые идут в мозгу. Один из самых известных и самых интересных проектов – это проект IBM Blue Brain. С использованием мощных суперкомпьютеров компании IBM этот американско-швейцарский проект ставит задачу полного моделирования новой коры головного мозга человека, или так называемого неокортекса. Новая кора состоит из нескольких миллионов очень похожих, практически идентичных элементов. Это колонки неокортекса, которые мы видим на этой картинке. И эти колонки являются универсальными инструментами для обработки практически любой информации. Так, в зрительной и в слуховой коре головного мозга одни и те же элементы, вот эти колонки неокортекса, выполняют достаточно разные функции. Именно вот эта универсальность, она отвечает за известный феномен переобучения, когда, например, человек теряет зрение, и та часть, которая раньше отвечала за обработку картинок, начинает заниматься, специализироваться чем-то другим. Так вот, создание подобных моделей планируется уже к 2015-2020 году, и к тому времени большую часть человеческого мозга можно будет моделировать на вот этих суперкомпьютерах. Сейчас работа ведется как с отдельными нейронами, так и с небольшими кластерами, то есть группами нейронов, и с другими животными. В прошлом году было объявлено о том, что половина мозга мыши, то есть одно полушарие было смоделировано с замедлением в 10 раз по сравнению с работой обычного мозга на достаточно, пока еще грубой, но в то же время уже клеточной модели, созданной на компьютере. Моделирование функции человеческого мозга, мозга других живых существ на компьютере, дает следующие результаты. Это, во-первых, понимание того, как работает наш мозг, создание новых лекарств, новых наотропных препаратов для стимулирования мозговой деятельности. Это позволяет заменять какие-то функции, которые сейчас реализуются в мозгу, на их искусственные аналоги. Так, например, один интересный исследовательский проект связан с воссозданием части гиппокампа крысы, это часть мозга, отвечающая за формирование долговременной памяти, с помощью компьютерного чипа. Первая часть этого проекта уже реализована, то есть создана компьютерная модель, которая работает с более чем 90% точностью, которая полностью описывает, какие процессы идут внутри этого участка гиппокампа. И подобный чип может быть имплантирован мыши или в перспективе человеку и взять на себя функции какой-то поврежденной части мозга, выполняя все необходимые вычисления на компьютере, внутри человеческого мозга, вот на чипе, или на внешнем компьютере. В перспективе это может быть использовано не только для лечения болезней или каких-то повреждений мозга, но и для расширения его возможностей. То есть, может быть, человек может получить более эффективную память, сможет стимулировать искусственно какие-то свои способности, например, творческие способности к концентрации и так далее. И в очень многом расширить пределы того, что сегодня считается нормальными границами возможности человека. Среди других интересных технологических областей, которые имеют отношение к нано, био, инфо и когноконвергенции, можно отметить такие. Это робототехника, о которой мы говорили в одной из прошлых передач, напрямую связана с информационными технологиями. На этой картинке мы видим последнюю модель домашнего робота 21, разработанного в Японии в 2007 году. Этот робот может приносить продукты из холодильника, может выполнять какую-то простую работу на кухне, может помочь человеку подняться с кровати и так далее. Следующее направление – это виртуальная реальность, о которой мы тоже говорили в третьей нашей лекции. Виртуальные миры, подобные Tycoon City, изображенному здесь, в скором времени станут местом основного времяпровождения для многих людей. Следующее направление – это гибридизация. То есть на стыке биотехнологий и робототехники создаются какие-то органы части тела, которые могут быть использованы как у робота, так и у живого человека. И, наконец, это искусственный интеллект, то есть синтез информационных и когнитивных технологий. Главным аспектом отчета, опубликованного в 2002 году, отчета о нанобиоинфокогноконвергенции, стал акцент на расширении возможностей человека. Исследователи не только заговорили о том, как технологии взаимодействуют, но и о том, что все эти технологии могут быть применены не к внешнему миру, а к самому человеку, для того, чтобы сделать его лучше, для того, чтобы дать ему дополнительные способности, и так далее. И в этом смысле интересен трансгумастический характер этого отчета. То есть впервые достаточно крупная государственная организация, не боясь перспектив изменения человека, его улучшения, заговорила о том, как это может быть сделано, в какой форме к этому нужно стремиться, как это нужно контролировать, как этим процессом нужно управлять. Теперь несколько слов о том, как можно анализировать развитие технологии с позиции конвергенции, и чем это отличается от развития технологии в прошлом. Впервые развитие нашего мира определяется несколькими ключевыми областями, а не одной, или, может быть, двумя, как это было раньше. В прошлом такая область, такое изобретение, как, например, паровой двигатель, на протяжении десятков лет определяло развитие технологии, развитие экономики, в некотором смысле доминировало. В другое время это были железные дороги, в самом начале это были, скажем, металлические инструменты, в начале 20 века это было двигатель натуне возгорания, потом радио. Сегодня одновременно несколько разных областей достигают в некотором роде своего пика, и поэтому являются ключевыми. Вторым важным фактором является их взаимное усиление. Так, технологии информационные могут быть использованы для развития биотехнологий, нанотехнологий конъективных. В свою очередь биотехнологии дают много запасных чертежей, скажем так, для наноустройств, дают очень много инструментов для изучения человеческого мозга, то есть для когнитивных технологий. А когнитивные технологии, в свою очередь, влияют, например, на информационные, позволяя улучшить те компьютерные программы, которые мы создаем, и использовать элементы человеческого интеллекта при разработке интеллекта искусственного. И третий важный фактор – это ускорение роста этих технологий, вместо цикличности, как мы привыкли к этому в XX веке и до этого. Так называемые длинные волны Кондратьева, которые обусловлены технологическим развитием, сегодня уступают место подобному взрывному развитию, когда речь не идет о, скажем так, спаде в развитии информационных технологий из-за того, что стали развиваться нанотехнологии. Нет, информационные технологии развиваются столь же быстро, и замедление этому не предвидится. То же самое касается и биотехнологий, и в дальнейшем нано-экогно. Таким образом, когда мы говорим о прогнозе, то нам нужно, во-первых, учитывать все области одновременно, то есть невозможно предсказывать развитие науки или технологий без анализа каждой из вот этих вот веток, каждой из вот этих нитей. Нужно учитывать их взаимное влияние и взаимное усиление, и нужно очень четко смотреть на предел развития этих технологий. То есть, до куда могут дойти биотехнологии, до какого результата. Что будет означать полный контроль над, допустим, геномом человека или над внутренними процессами в клетке человека. Что будет означать возможность строить объекты из отдельных атомов с той точностью, которая нам нужна, по заранее созданному чертежу в рамках нанотехнологии. И, отталкиваясь от вот этих результатов, уже нужно строить отдельные прогнозы. Теперь поговорим о том, к чему могут привести подобные технологические результаты. Прежде всего, в глобальном масштабе это технологическое развитие человечества всегда означало появление каких-то технологий и устройств, которые делают то, что раньше было невозможным. Когда-то невозможно было передавать картинку из одного места в другое, когда-то невозможно было записывать мысли, пришедшие вам в голову, в будущем нас тоже ждут технологии, которые делают возможным то, что раньше было невозможно, принципиально невозможно. Несколько важных примеров. Это собирание предметов из атомов, то, чем занимаются нанотехнологии, и это придумывание новых вещей, то, что сможет делать искусственный интеллект. Раньше, еще в 20 веке, эти два вида деятельности были для нас невозможны. Первое было невозможно, потому что наши инструменты были слишком грубые, мы не могли дотрагиваться до отдельных атомов, не могли переносить их место на место. А второе было невозможно, потому что только человек на планете Земля обладал способностью к придумыванию, способностью к творчеству. Эти два тренда, эти две тенденции являются, возможно, самыми главными в 21 веке и теми, на которые нам нужно обратить самое пристальное внимание. Что касается экономики, нам нужно вспомнить основной принцип, что производственные силы определяют настройку, то есть определяют структуру принципа экономики, определяют характер общества, в котором мы живем, и, отталкиваясь от возможностей робототехники, нанотехнологии, искусственного интеллекта, уже определять, каким может быть общество, какой может быть экономика при соответствующем уровне развития технологии. Если говорить об обществе, то весьма вероятно является смена формации, то есть переход от привычного на протяжении последних двух-трех сотен лет капиталистического общества к обществу, основанному на других принципах. Например, на принципе отсутствия дефицита материальных ресурсов, на принципах свободного копирования информации, на принципах, которые имеют что-то общее одновременно и с open-source программным обеспечением, и с коммунистической моделью экономики, и с множеством других идей, которые выросли из технологий, которые выросли из информационных технологий, из технологий автоматизации, и вырастут из нанотехнологий. Естественно, что с изменениями технологическими идет и изменения этические. То есть новые возможности ставит перед нами вопрос о том, как эти возможности использовать, что является этически оправданным. И подобные этические изменения в итоге формируют мораль нового общества. Некоторые принципы мы можем предсказать уже сегодня. То есть отношение, к примеру, к авторским правам, отношение к копированию информации, оно будет иным в той ситуации, когда не только информация может быть легко скопирована, но и физические объекты. Приведем один пример. Уже сегодня китайские производители автомобилей осуществляют полное копирование автомобилей американских с использованием современных технологий. Что они делают? Как только новая модель от General Motors выходит в продажу, она закупается для китайской автомобильной компании, разбирается на отдельные детали, все эти детали сканируются на трехмерных сканерах, их компьютерные модели обрабатываются инженерами и передаются в производственные отделы, и с конвейера китайского автозавода сходит машина, которая внутри ничем не отличается от машины General Motors, немножко отличается внешне по дизайну, по каким-то элементам. Это уже реальность. Пока это реальность в рамках крупной корпорации, в какой-то момент это станет реальностью для отдельных групп людей или даже для отдельных людей, когда с помощью, во-первых, технологии трехмерного сканирования и технологии настольного производства можно будет создавать любые материальные объекты, в том числе и копии каких-то известных предметов. Очень важным в культурном плане является осознание предстоящей трансформации, предстоящего перехода, вызванного именно вот этой конвергенцией технологии. И, скорее всего, где-то в ближайшие годы, может быть, десятки лет, а культура, то есть литература, другие виды искусства должны будут дать человеку ответ на вопрос, как жить в условиях ускоренного технологического развития, как жить в тех условиях, когда сам человек меняется под воздействием технологий, и какими принципами в этой жизни руководствуется, какие цели ставить. Пока подобных определений искусства крайне мало. В России можно упомянуть писателя-фантаста Юрия Никитина, который в своих романах рассматривает именно вопросы трансформации человека, вопросы ускоренного технологического развития и ставит этические проблемы о том, как человек должен относиться к технологиям. Может ли он игнорировать эти изменения, жить в сегодняшнем дне, или он должен учитывать завтрашний день, даже сегодня, когда эти технологии еще не стали реальностью. Кроме того, трансформация человека влечет и трансформацию культуры. Человек, который использует коммуникационные технологии, для общения, для получения информации, он меняет свои предпочтения. Он больше не склонен читать столь длинную, столь, может быть, кто-то скажет, занудную литературу. Он не склонен смотреть фильмы, длящиеся три или четыре часа. Он склонен к некому клиповому сознанию, когда информация должна потребляться в том ритме, который становится возможным с помощью имеющихся технологий. Изменение человека в других аспектах, биологическом, прежде всего когнитивном, естественно, приведет и к трансформации культуры. Так, человек с усиленной памятью или усиленным воображением, наверное, не заинтересуется теми произведениями искусства, которые нам сегодня кажутся нормальными и интересными. Кроме личности, трансформируются и отношения между личностями, то есть социальные взаимоотношения. Очень многое из этого уже начинает происходить сегодня, благодаря информационным и коммуникационным технологиям. Так, наш круг общения больше не определяется тем, где мы живем. Он может быть глобальным, то есть мы можем общаться с людьми в любой стране, в том числе с людьми, которые не говорят на нашем языке, если мы используем автоматические технологии автоматизированного перевода. Кроме того, нормальными считаются, нормальными стали фрагментированные взаимоотношения, когда мы концентрируемся не на личности нашего друга, собеседника, а на каком-то отдельном вопросе. Например, общение в форумах, в интернет, оно является не личностно ориентированным, а тематически ориентированным. То есть мы обсуждаем какую-то отдельную тему, и люди, которые появляются, включаются в этот разговор, нас, как правило, не интересуют как личности, как собеседники, нас волнует только то, что они могут сказать по данному вопросу. И это самое настоящее радикальное изменение, такой фундаментальной вещи, как межличностное общение. Если говорить в целом о новом обществе, том, которое формируется благодаря развитию био, инфо, нано и когнитивных технологий, то можно достаточно уверенно выделить такие его черты, как безвозрастной характер. Благодаря развитию медицины и биотехнологии уже сегодня пожилые люди могут вести активный образ жизни, могут не так сильно отличаться от молодых людей, и, соответственно, традиционное разделение ролей по возрастам и дискриминации между разными возрастами уступают место некому безвозрастному общению, когда люди разного возраста стоят примерно на одном и том же уровне. Другим важным аспектом является здоровье общества, то есть здоровье его представителей, благодаря развитию медицины. Постепенно те болезни, которые мы знаем, одна за другой, сходят на нет, мы привыкаем к тому, что мы можем лечить уже простуду, можем бороться с гриппом, и более серьезные болезни, такие как инфаркт, инсульты и рак, тоже в какой-то момент будут вылечены, и это придет к тому, что мы перестанем воспринимать болезнь как часть нашей человеческой жизни, как что-то нормальное. Третий важный аспект – это расширение свободного времени. Уменьшение рабочего дня в 20 веке, оно не продолжалось в большинстве стран так, как могло бы, то есть по многим подсчетам нормальный уровень жизни мог бы поддерживаться при рабочем дне 4 часа, 5 дней в неделю, но, во-первых, благодаря развитию общества потребления и ряду других факторов, снижение обязательного стандартного рабочего дня не произошло. Тем не менее, в 21 веке по мере развития робототехники и развития компьютерных технологий будет неизбежно происходить уничтожение многих видов человеческой деятельности, передача этой деятельности компьютерам и роботам, и это приведет к тому, что общество должно будет отреагировать снижением рабочего времени и, соответственно, увеличением времени свободного, когда человек занимается тем, что ему интересно. И, в принципе, мы можем уже предсказать и следующий шаг – это полную отмену работы, когда человек занимается не тем, чем он должен, чтобы заработать деньги, а тем, что ему интересно. Нам это может показаться очень далеким, но в соседней Финляндии уже сейчас проходят демонстрации, в которых участвуют тысячи человек, на которых демонстранты требуют от правительства ввести минимальный гарантированный доход. Пока еще в несколько тысяч евро, но это только начало. Минимальный гарантированный доход – это сумма, которая выплачивается каждому человеку просто за то, что он родился, живет в этой стране и существует. Не за то, что он платит налоги, а просто за то, что он существует, потому что общество может себе это позволить. В некоторых регионах, таких как Норвегия, некоторые штаты Канады, Аляска, жители этих регионов уже получают аналогичное пособие от рождения и до своей смерти, независимо от того, работают они или нет. И подобные примеры, наверное, со временем будут только множиться. То есть общество будущего, оно будет скорее обществом досуга, чем обществом работы. В плане культуры две тенденции можно отметить. Это виртуализация, то есть культурные артефакты больше не являются физическими, они являются электронными и находятся в сети интернет. И это ускорение информационного обмена. Когда информацию мы получаем в тот момент, когда она нам интересна, в тот момент, когда она нам нужна, независимо от того, находится ли этот предмет в музее или где-то еще. В рамках культуры может возникать с помощью интернета и множество микросубкультур. Когда группы буквально нескольких десятков или сот человек с разных концов света могут объединиться вместе своим интересом к какому-то направлению, к какому-то виду творчества или к какому-то произведению. И подобная фрагментация, она будет продолжаться, будет становиться более развитой. То есть помимо блокбастеров, которые существуют и которые интересны миллионам, миллиардам людей, будут существовать и множество вот таких отдельных микросубкультур со своими правилами, со своими интересами, со своими свойствами. Очень радикальные изменения будут происходить также, можно сказать, в философском плане. Благодаря развитию технологий привычные нам понятия, такие как жизнь, разум, человек, становятся расплывчатыми и неоднозначными. Так, например, если мы можем создавать живые организмы из неживого, как мы это уже делаем, если нет границы между живым каким-то существом и искусственно созданным аппаратом, то что такое жизнь? Если мы можем создать программу компьютерную, которая ведет себя так же разумно, как человек, то что такое разум? Кроме того, когда человек начинает использовать внешние инструменты, компьютеры, носимые компьютеры, импланты для усиления своих способностей, где заканчивается личность, разум человека, где начинается компьютер. Меняется природа и самого человека. Он улучшает себя с помощью технологий, он преображается, а в то же время мы улучшаем, развиваем способности животных в рамках проектов, например, по воспитанию обезьян. И, соответственно, критерии человечности тоже становятся расплывчатыми. Не очень ясно, где заканчивается человек, и начинается что-то другое. И меняется даже природа самой природы. По мере того, как технологии, временное и пространственное разрешение технологии увеличивается, мы можем брать всю окружающую среду под все более полный, все более тотальный контроль. И та стихийность, к которой мы привыкли, то есть природа является синонимом слова стихия, эта стихийность постепенно исчезает из нашего мира. Мы уже контролируем климат внутри наших домов, мы контролируем в некоторых пределах погоду в наших городах. Речь сейчас идет о возможности контроля над глобальным климатом. Естественно, мы контролируем процессы обмена веществ внутри нашего организма. И постепенно, случайно исчезает из нашей жизни, и мы перестаем толерантно, перестаем спокойно относиться к этой случайности. Человек считает, что он должен контролировать полностью самого себя, должен контролировать окружающий мир, и тем самым природа уступает постепенно место установленному человеку порядку. И в рамках этого порядка человек может взять на себя контроль за своим дальнейшим развитием, за своей дальнейшей эволюцией. В конце XX века, в начале XXI впервые стала понятной возможность осознанного и направленного развития человека. Стало понятно, как это может быть осуществлено технологически, как это может быть осуществлено в этическом, философском плане. Мы получили контроль над механизмом биологической эволюции в ближайшие нескольких десятков лет. Можно будет произвольным образом перестраивать организм человека, организмы других живых существ. Можно будет полностью управлять нашим генетическим кодом, нашим обменом веществ. И тем самым природа, эволюция больше не будут относиться к человеку как к виду, как к типу существ. Кроме того, интересно, что дальнейшие изменения в жизни человека и человечества, скорее всего, будут не постепенными, а революционными. То есть мы можем всего за несколько лет сделать больше, чем природа смогла достичь за миллионы лет. И после того, как мы возьмем в свои руки контроль за биологической частью человека, следующий этап – это развитие наших когнитивных способностей и через информационные и когнитивные технологии переход к наносфере, о которой говорил еще Циолковский, Вернадский и другие русские мыслители. Это следующий этап эволюции. И в каком-то смысле он уже начался с появлением интернет, с переводом наших знаний в отдельную от нас форму, в цифровую, в распределенную, и в том числе перенос нашего, в каком-то смысле, существования в эту информационную среду. Скорее всего, подобные технологии можно будет применить не только к отдельным личностям, но и к обществу. То есть общество может быть тоже конструировано, может создаваться в зависимости от плана разработанного ученым, разработанного человеком. Более подробную информацию по этим темам можно получить на сайте НБИК-отчета, подготовленного в США, и на сайте Российского Трансформастического Движения. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...